Трудовые подвиги жителей военного Куйбышева получили высшее государственное признание. Современники встретили новость о присвоении Самаре почетного звания с ликованием. Ведь почти в каждой семье в годы войны были и воины, которые сражались на фронте, и труженики тыла, поставлявшие бойцам самолеты, боеприпасы, горючие продовольствия. Я считаю это определенно очень важно, потому что мы должны помнить наших предков, помнить их подвиги, и это действительно большой подвиг. Люди работали на заводах по 18 часов. Это здорово. И это очень приятно, что заслуги людей, которые здесь живут, и которые жили здесь до нас, таким образом, так скажем, подтверждены и воплотились. Да, это приятно очень. И вся промышленность сюда была перевезена в годы войны, разрослась. Город был до полевой, а он разросся в тех размерах, которых он сейчас. Добровольцы выстроились на склоне площади в форме крыла Монумента Славы. В руки они взяли таблички с названиями оборонных предприятий военного Куйбышева. В числе волонтеров студент Поволжского государственного колледжа Олег Кудряшов. Во-первых, я очень сильно горжусь своим городом, за его заслуги, за то, что он вправе называться запасной столицей Москвы. То, что ему дали такую статус, я, конечно, горжусь. Я безумно счастлив этому. С присвоением почетного звания «Город трудовой доблести» жители поздравили губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Несколько минут назад на сайте президента опубликован указ о присвоении столицы нашего региона, городу Самаре, звания «Города трудовой доблести». И сейчас, уже сейчас, праздничный салют, посвященный этому историческому событию, присвоению звания, высокого звания, в честь наших великих дедов, в честь тех, кто ковал победу в тылу здесь, в Самарской области. Салют! С сегодняшнего дня подвиг куйбышевцев заслуженно увековечен. В годы Великой Отечественной войны жители нашего города показали пример беззаветного служения Отечеству и продолжили свой подвиг в послевоенные годы, создавая надежный щит государства. Олег Зверев, Константин Головин. События. Продолжение следует... Продолжение следует...